Не будем о грустном, будем о математике. На столе лежат 4 карточки, на которых сверху написано. На одной карточке написано А, на другой – В, на третьей – один, на четвертой – написано два. Какие карточки надо перевернуть? Кстати, задача замечательная. В течение очень многих лет ее использовали в 57-й школе на наступительных экзаменах. Считалось, что если школьник к концу 7-го класса способен вызвать наизусть решение этой задачи, то его можно брать в 57-ю школу. Если же он не способен, значит, не судьба. Очень много лет использовалось. Не знаю, сейчас они остановились, этого нет, но давным-давно это много лет было так. Так вот, вопрос. Верно ли следующее утверждение? Если на какой-то стороне карточки четное число, то на обороте гласная бунта. Повторяю. На столе лежат 4 карточки, на которых сверху написано А, В, 1 и 2. О том, что на обратных сторонах, ничего не известно. Да, еще карточки, естественно, двусторонние. То есть, если перевернуть, то она продолжает быть карточкой. Какие карточки надо перевернуть, чтобы узнать, правда ли, что если на какой-то стороне карточки написано четное число, то на другой стороне гласная бунта. Пожалуйста, так. А и 2. Я уже сегодня такой кружок проводил, поэтому я знаю, что надо делать. Давайте мы сейчас проведем голосование. Это будет 4 вопроса. Каждый раз я вас спрашиваю, надо ли эту карточку переворачивать или не надо. Быстро подсчитываем, сколько считает. Да, еще можно воздерживаться. Если вы не уверены, то лучше не гласите. Уверены ли вы, что карточку А переворачивать надо? Те, кто уверены, поднимите руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поднял или не поднял? 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. 15 человек считают, что карточку А надо переворачивать. Отлично. Кто уверен, что карточку А можно и не переворачивать? 4 человека, да? Или 3? Так, Вася, ты человек или нет? 3 человека. Значит, 3 человека уверены, что можно и не переворачивать. Хорошо. Теперь про карточку Б. Кто считает, что ее надо обязательно переворачивать? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 человек будут обязательно переворачивать карточку Б. Спасибо. Кто считает, что ее можно и не переворачивать? 14. 14. 14 человек. Так, про единицу. Кто считает, что переворачивать нужно? 7 человек считают, что надо ее переворачивать. Кто считает, что ее можно и не переворачивать? 13 человек. Про двойку. кто считает что обязательно надо 15 человек за то чтобы её переворачивать отлично кто считает что её можно не переворачивать спасибо а теперь это всё мы сделаем сокращать робер мы не будем провели голосование, а потом давайте искать давайте обойдемся без чужого у нас у нас все по-честному у нас не у нас с вами делается так мы сейчас карточку а давайте у нас есть 15 человек которые считают что надо пожалуйста по одному человеку от этих двух команд не надо кто считает что надо не надо не надо отлично мне надо все молчат а не спорят фантастика вы умеете друг другу кроме как кулаками я считаю что но это переварчивается как не надо вы еще поделитесь я считаю что это гласная буква сзади будет написано или не черная цифра вообще-то сзади может быть чертик нарисован не знаем что там сзади там может быть все что угодно совсем все что угодно если у человека есть какое-то мнение то не может быть чтобы он не мог его как-то объяснить нечетная цифра что утверждение будет неверно очень хорошо что мы стали с вами решать эту задачу потому что на самом деле они оба ничего не понимают то есть понятно что у одного из них ответ правильный но понимаете он правильный не потому что человек правильно сообразил а просто потому что бывает ответ да бывает ответ нет и как бы третьего не придумали вот но по совесть я бы поставил двое к обоим потому что в задаче не понимают ничего оба кто-нибудь может все-таки разобраться с этой задачей или мы все такие я считаю что эту карточку не надо переворачивать если на ней четная цифра то это ничего не доказывает что утверждение что в данном случае утверждение верно однако это не может взять и доказательство утверждение вообще потому что если хотя бы в одном случае утверждение неверное то оно неверное и вообще да еще если там нарисовано что-нибудь другое это вообще не имеет отношения к этому утверждению и не может ни доказывать его ни опровергать поднимите руки кто изменил свою точку зрения кто кто теперь понимает ответ на вопрос что вы понимаете я думаю что из этих карточек ничего не надо переворачивать из всех четырех ну что все что 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 вы изменили надо перевернуть все четыре надо перевернуть все четыре отлично надо перевернуть а и два я считаю что мы можем так давайте все таки разбираться с буквой а нет конкретно про букву а переворачивать надо или переворачивать не надо давайте сделаем так опять вам слово но постарайтесь на этот раз быть понятным если на другой стороне карточки с буквой а написано четное число то тогда для этой карточки представьте себе что там на обороте написано четверка тогда как там написано если на одной стороне четное число то на обороте власт это же будет верно замечательно а если там будет нечетное число а что нибудь вообще такое непонятное или странное число я знаю что на три тогда это вообще не будет тогда это вообще не будет отношения к этому утверждению да и поэтому оно тоже будет верно из неверного утверждения следует все что угодно Поэтому, если у неё на обороте будет написано, скажем, 77, то тогда утверждение, что если на какой-то стране чётное число, то на обороте гласная буква тоже будет верна. Господа, понимаете ли? Да. Поэтому мы не должны переворачивать. Не надо, ради бога не сядь, но учись камень лучше. Потому что я не хочу, чтобы ещё раз показывали своих черепашек камни. Вот здесь мышь. Будем показывать запросы. Хорошо. Но заметьте, что про черепашек мысль в сознание всем вошла. То есть вот этот рекламный агент, он должен уметь работать с минимумом средств. Я тебе сказал, но про черепашек все запомнили. Так, теперь карточка Б. Теперь карточка Б. Смотрим и думаем. Надо её переворачивать или нет? Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Ты говоришь, что надо. Диана, пожалуйста. Если мы перевернём карточку Б, там будет чётное число, то у нас... Пообразите, что там на обороте написано 0. Это чётное число. Чётное число. Да, чётное число. Чётное число. Ноль чётное. Мы смотрим. Кстати, минус 2 тоже чётное. Я тоже чувствую. Минус 4. Так вот, если у нас там написано чётное число 0, или 2, или 4, не важно, какое. Любое чётное число, то тогда утверждение, что если на одной стороне чётное число, то на другую гласное будет неверно. Понимаете? А если там на обороте не написано чётное число, ну, действительно, там, не знаю, фотографии царь-кушки, или что-то, не важно, вот, то тогда утверждение будет верно. Поэтому переворачивать надо. Нет. Так, Диана, можешь сказать, надо переворачивать или нет? Нет. Почему? Потому что один, который чётное число... А вы представите себе, что там на обороте тот же самый ножный. А, так, а это всё равно нам... Нет, не всё равно. Это нам как раз даст неверное утверждение, если мы посмотрим на эту картину. А, да, то есть если там будет 0, а в другой стране надо быть гласные буквы... А это не гласные буквы. Значит, это тоже надо переворачивать. И здесь... Тоже надо. Тоже надо. Потому что опять на обороте может быть та же самая двойка, или в общем, любое чётное число. Значит, господа, оказалось... Давайте посмотрим, что оказалось. Во-первых, это вот здесь большинство прогрессовало неправильно, да? Удивительным образом, здесь большинство прогрессовало неправильно. В одном единственном случае большинство прогрессовало правильно. Но абсолютно понятно, что... Это была случайность. Это была абсолютная случайность, да? Вот. Ну всё. Очень epicenterно. Конечно.